Если вы выбрали первый путь карьера, здесь этот период подготовки и определенные шаги не будут конкретными. Самообразование, самоопределение, тренинг, подготовить CV, отправить свою CV потенциальным кандидатам, пойти на интервью. Эти шаги вам понятны, на интервью показать себя с лучшей стороны. Но вот то, о чем очень редко говорят, и даже в сфере образования есть очень большая пустота. Все прекрасно обучают вот этому направлению, в том числе и в сфере маркетинга, и в сфере менеджмента. Все обучают, как пройти вот эту карьеру. Но практически нигде не обучают правильно, последовательно, четко и понятно, то, как можно построить свой бизнес. Несмотря на то, что сегодня трендом, вообще самым быстро развивающимся направлением является частное предпринимательство. Итак, посмотрим, какие же здесь шаги надо предпринять и насколько они выполнены. Первое. Надо сказать, если вы выбрали свой бизнес, создание своего дела, вы должны понять, с чего надо начинать. То есть, первый шаг самый важный. Если вы сделали первый шаг неправильно, дальше пойдет череда ошибок, в результате которого всегда будет у вас банкрот. Когда ваши финансовые возможности просто будут исчерпаны. Какими бы они большими не были в начале. Повторюсь еще раз. Если вы миллионер или миллиардер, но вы опять начали все эти шаги делать неправильно, в конце концов у вас будет банкрот. Если вы обладаете небольшим бюджетом, у вас тоже будет банкрот. Разница только, знаете в чем? Если у вас большой финансовый достаток, у вас большие финансовые возможности, и у вас бизнес-модель неправильная, вы просто продержитесь на рынке чуть больше, чем тот, у которого меньше финансовых возможностей. Вдобавок, два возможностей сделать и следующее. Вы начнете строить сразу большой бизнес. А тот, у кого меньше финансовых возможностей, начнет с какого-нибудь маленького бизнеса. Но результатом успешности бизнеса, то есть, что является главной целью, не забываем о том, чтобы не тратить деньги, а зарабатывать деньги, является не то, с каким бюджетом вы начнете, и не то, какая у вас шикарная бизнес-идея, а то, насколько правильно вы организованно вкладываете и деньги, и свое время, строя свою бизнес-модель. Наверняка вы очень часто встречали людей, которые пробовали открыть свой бизнес, и очень часто они жаловались на различные причины, это все оправдания, но они закрывали свой бизнес. Чаще всего они говорили следующее, мы не помешали те, конкуренты, плохие клиенты и так далее. Не важно, на что они ссылаются, но всегда надо помнить одно простое правило. Если вам не повезло, значит, виноваты вы сами. Вы что-то неправильно сделали вначале. Успешные бизнесмены хорошо знают. Если вы начали строить свой бизнес с того, что вы начинаете искать офис, берете хороший персонал, секретаршу нанимаете, шикарное оборудование покупаете, то они говорят следующее, вы начинаете с генератора расходов. Вот в бизнесе, да, вот здесь будет у вас обязательно расход и доход. Самое главное, чтобы чаша весов между этими двумя показателями всегда была в пользу дохода. И всегда расход был стараться меньше. Это же знают все, это же все прекрасно понимают. Но смотрите, что происходит. Если мы размещаем какую-либо статью в начале в расходы, значит, мы понятия не имеем о доходной системе. Вот эти две статьи, одна статья расходов и вторая статья доходов. Она понятная. Вроде это знают все. И все прекрасно понимают, что доходы должны быть больше, чем расходы. Иначе у вас будет утечка денег. Вы потеряете тот бюджет, с которым начали свой бизнес. Вроде все хорошо. Но смотрите, что происходит на самом втором этапе. Они обычно делают следующее. В отличие от успешных бизнесменов. Они начинают генерировать расходы, расходы, расходы. Они понимают, что надо расходовать. У них очень много умозаключений, очень много знаний про то, что надо расходовать. Они даже так уверенно говорят. Надо определенное время вложиться в бизнес, расходовать и ждать, когда она принесет прибыль. И у меня возникает вопрос. А сколько у них пунктов, касающихся того, как именно у них будет приходить доход? Есть ли вот здесь пунктов про то, четких, как именно вы будете приносить доход? Нету. Мы говорим следующее. Гарантированно вы будете расходовать много, но не факт, что вы будете зарабатывать много. Поэтому здесь системы обычного дохода не хватает. Взять офис вы можете уточнить цену всегда. Понравился? Берем. Но зачем вам нужен именно такой офис? Непонятно. Взять команду сотрудников на нанятие по определенной зарплате? Отлично. Взять служебный автомобиль? Замечательно. Все это можно посчитать. И это очень четкие статьи расходов. Обычно бывает стабильная статья расходов, вам известно. А вот что касается дохода? Не всегда хорошо понятно. Поэтому начинать надо всегда не с генерации расходов, да, любой бизнес, а с попытки построения правильной системы доходов. Тогда вам будет понятно, вот какую часть из этого дохода, вот какую часть, вы можете определить на расходы, а какая часть останется вам как чистая прибыль. Иначе говоря, начинать всегда надо со статьи доходов и организовать ее. Вот, в принципе, и что является сутью, да, вот этой модели 4.0, которая говорит о том, что вы сначала должны построить четкое понимание системы доходов, чтобы знать, какую часть из них вы можете определить к расходам. Тогда вам становится понятно и эта часть, и эта часть. И когда у вас становится все достаточно ясно, вы понимаете, что эта бизнес-модель может приносить какого уровня достаточно большой доход. Выполняете соответствующие компетенции. Итак, допустим, вы все запланировали. Теперь что можно сделать? Надо построить модель. Вот классическая модель, которая известна сейчас практически во всем мире, она выглядит так. Первый шаг – определить структуру своей бизнес-модели. Что означает? Продукт, продажи и клиенты. Иначе говоря, маркетинг, продажи и производство. Если связать, то получается следующее. Сфера клиентов – это функция, которая заключается в том, чтобы обеспечить поток людей к вашему продукту. Вот в чем заключается структура. И все действия, все задачи, все расходы, которые вы тратите на то, чтобы клиенты обращались к вам, они относятся сюда. Мы говорим следующее. Вот здесь статья расходов. Здесь продукт. Задача очень простая. Вы тратите определенное время на то, чтобы продукт ваш был упакован и достаточно был презентабельным. То есть клиент готов был за него какую-то сумму платить. Если у вас прекрасный продукт и даже при пробном опросе клиенты говорят, что да, та сумма, по которой вы хотите продать, они с удовольствием за эту сумму купили бы, значит ваш продукт готов и упакован. Но это статья тоже расходов. Давайте посмотрим, какие действия относятся сюда. Если мы будем говорить об автомобилях Mercedes-Benz, то у нас все понятно. Вот к этому пункту относятся инженера, изобретатели, техники, мастера. Все, кто внутри завода производит Mercedes. И директор завода здесь является ответственным лицом. Они не отвечают за продажи, они не отвечают за то, какая у вас прибыль в компании. Их интересует только одно. Как сделать автомобиль Mercedes самым надежным, самым безопасным автомобилем и престижным. В принципе, они свою работу делают очень хорошо. Их конечная задача, вот зона их ответственности заканчивается, когда у них есть готовый, хороший автомобиль. Вот эта зона самая интересная. Наверное, самая интересная. В чем ее интерес? Мы здесь должны получить такую сумму. Отдел продаж. Это тот отдел, это автосалоны. И в автосалонах с автомобилем практически ничего не делают. Автомобиль как был, так и есть остается. В автосалонах есть площадка, и это тоже статья расходов. Это продавцы. Но они связаны с продажами специалисты. Мы говорим следующее, что вот на этот отдел тоже у нас идут определенные расходы. Расходы A, B и C. Вот три статьи расходов. А вот эта статья расходов, на первый взгляд, к ним не относится. Но на самом деле она одна из важных, ключевых. Это статья, как обеспечить поток клиентов. Это статья маркетинга. И в принципе в компании Mercedes-Benz и в других компаниях, в которых бренд достаточно хорошо себе зарекомендовал, расходы на маркетинг тоже достаточно велики. Иначе говоря, раз, два, три статьи расходов. Вы должны понимать, что ваш товар, какой бы этот ни был товар, какой бы у вас ни был бизнес, он тоже будет идти по этим этапам. Если все хорошо, идем дальше. Что же вы должны сделать? Вы должны A, прибавить B, прибавить C, а потом минус какую-то сумму Z. Что такое X? Как теперь посчитать? Это структура вашей бизнес-модели. Первый шаг. Вот это надо разобрать. Какие действия к какому этапу относятся? Если вы четко распределили обязанности и этапы, да, дальше можно уже идти. Если нет, мы остаемся здесь дольше. Например, в одной из клиник я спрашиваю, куда относятся врачи? Они знаете, что говорят? У нас говорят, врачи относятся к отделу клиентов. Как врачи привлекают клиентов в клинику? Казалось бы, вроде понятно, да, врач известный, хороший врач, его клиенты довольны, и пациенты, которые излечиваются, они привлекают других пациентов. Отнюдь это не так. Это ошибочная точка зрения. Довольствие клиентов – это отдельная тема. CRM – отдельная тема, ее мы будем разбирать на восьмом занятии. Это восьмой этап, но это не начальный этап. Врач относится вот сюда, к продукту. Он выполняет свою задачу. И вторая вещь, о которой они часто дискутируют. Вот куда относить вот ту часть финансового вознаграждения, которое дают врачам? Относить ли это к себестоимости, либо относить это к расходам? Это чуть позже у нас есть тема управления финансами, мы говорим всегда следующее. Те деньги, которые выдаются на руки специалистам, независимо от того, по какой причине и как вы обосновываете. Но если эти деньги вы отдаёте людям, которые работают у вас в какой-то разной сфере, это всё равно расходы на персонал. Вы их должны относить не к себестоимости продукта, а к расходам на персонал. И вот в клиниках наиболее частый в салонах красоты ошибочной точкой зрения является то, что они неправильно считают свой бюджет. Продолжение следует... Продолжение следует...